Прекрасно. С нами сейчас продолжает конференция медиабизнеса Светлана Баланова, генеральный директор национальной медиагруппы. У меня к вам вопрос, который был интригой до этого года, и, наконец, в этом году объявлено было о том, что сервисы Море ТВ и ВИНК все-таки объединяются. Это анонсировалось, но фактически существуют пока что две разные платформы, я просто являюсь подписчиком той и другой. И у меня вопрос, а когда произойдет консолидация на уровне самих платформ? Как это будет выглядеть? Добрый день. Я все-таки начну с того, что я с вами поздороваюсь. Немножко неожиданно, когда зрители у тебя не только перед тобой, а вот и вокруг, и такие нависающие большие, так что я буду чувствовать, что зритель у меня за спиной тоже стоит и за мной следит сзади. И, собственно говоря, переходя к вопросу про объединение Море ТВ и ВИНК, в большой степени это было сделано в том числе, конечно, ради того, чтобы зритель получил более качественный продукт, как с технической точки зрения, с дистрибуционной точки зрения, и с контентной точки зрения. И действительно, это довольно сложная сделка. Это объединение двух крупных компаний. Каждая является лидером в своей области. НМГ лидер в области производства контента. Ростелеком, безусловно, лидер в области дистрибуции сигнала и доставки сигнала, телекоммуникационной доставки. И вот объединение таких двух лидеров, конечно, дает очень много возможностей как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения зрителя. Идет процесс объединения, он еще не завершен. Я думаю, что к концу года он будет уже более заметен всем. Идет объединение контентных библиотек. Мы используем как основную платформу, используем платформу ВИНК. Но при этом у нас много интересных технологических наработок, которые были сделаны на Мори ТВ. На Мори ТВ очень сильная аналитическая была часть, которую мы сейчас постепенно переносим и внедряем также на ВИНКе. Поэтому вот это объединение идет, уже появляется новая подписка на ВИНКе и так далее. И думаю, что в какой-то момент, наверное, вы сможете оставить одну подписку. Но бренд Мори ТВ все равно нам очень дорог, и мы планируем продолжать его использовать. И сейчас еще идут обсуждения в команде, каким образом он может использоваться в дальнейшем. А какие существуют варианты по сохранению бренда Мори ТВ, если вы можете о них, конечно, говорить сейчас? Пока, наверное, воздержусь, потому что есть несколько вариантов. Это и варианты в B2B использовании, и какие-то еще. Посмотрим. Может быть, вообще какое-то совсем неожиданное решение возникнет. Поэтому сейчас мне просто пока нечего конкретно сказать. Ну, то есть библиотека Мори ТВ будет перенесена на ВИНК, и какие-то алгоритмы и прочие рекомендательные моменты тоже перейдут на ВИНК, и Мори ТВ как сервиса уже не будет. Как сервис Мори ТВ, вот именно как отдельно стоящий сервис, будет прекращать свое существование со временем. Пока сложно сказать, в какой конкретный момент. Но кому пока больше нравится интерфейс Мори ТВ, вы, конечно, можете продолжать пользоваться Мори ТВ, в какой-то момент переключаясь уже на ВИНК. На Мори ТВ нет сериала «Балет», который есть только на ВИНК. Хорошо, смотрите, а есть ли понимание по тому, каким образом будет формироваться стоимость у нового сервиса? То есть, ну, как бы если говорить о потребителях. Мне кажется, у ВИНК сегодня одна из самых интересных вообще вот нарезок тарифов, потому что у него сегодня очень много разных тарифов, да, с разными сервисами. ВИНК сегодня, кроме всего прочего, крупный агрегатор, и в нем можно купить пакеты с несколькими подписками. У них максимальная подписка, если мне память не изменяет, пять или шесть сервисов в одном, да, премиальный пакет. Поэтому там точно вот есть масса вариантов, в которых можно будет покупать разные подписки. Поняла. Хорошо, здесь понятно. Еще одно важное событие, точнее два, произошли в прошлом году. Это назначение кадровой в холдинге Национальной медиагруппы и в субхолдинге СТС Медиа пришел Александр Акопов. Вот, в принципе, уже сколько прошло, наверное, около года. Интересно было бы понять, каковы результаты его работы, как вы их оцениваете, и что нам интересного ждать от СТС в ближайшем телевизионном сезоне. Надо сказать, что, конечно, ДНК СТС как главного семейного развлекательного канала страны, это то, что лежит в основе СТС, и это то, что сохраняется. Но как человек со своим ДНК от маленького растет и растет и развивается, также и канал, конечно, развивается. И, конечно, вот где-то два года назад, в начале 2021 года мы приняли решение, что мы будем очень сильно развивать собственное производство для СТС, в том числе для всех каналов, но в большой степени для СТС. И тогда вот начали появляться линейки больших семейных шоу развлекательных, новые линейки сериалов, появились разные эксперименты с музыкальными шоу и так далее. И, конечно, Александр Завенович такой мега-эксперт и гуру в области производства контента, и с его приходом еще больше усилился этот фокус на собственное производство. И, вы знаете, вот я очень люблю Суперниндию. Это вот прямо для меня такой проект, в котором личная моя эмоция, потому что мне очень нравится, когда спортивное шоу превращается в шоу о человеческих судьбах. И я его смотрю не столько, может быть, как спортивное шоу, но как безумно интересное, трогательное, эмоциональное шоу о разных людях, о том, как люди преодолевают себя, преодолевают судьбу, творят свою судьбу. И вот, конечно, такие шоу... Вот в этом году мы первый раз выпустили два шоу Суперниндзя в одном году, потому что у нас весной вышел один сезон, и у нас вышел сезон сейчас осенью, вот сейчас идет. И таких шоу делают телевидение в какой-то степени, да, потому что, ну, кроме телевидения, таких шоу у нас в стране сегодня никто не делает. Ну, и кроме канала СТС у нас никто не делает таких шоу в стране. И вот эта часть. У нас появится, вот сейчас эксклюзивы немножко подпущу, я уже говорила, что у нас появится детский ученик Суперниндзя, но у нас появится увлекательное новое шоу, которое называется «Прятки». Интересно? Да, это будет шоу, которое будет тайный пока ведущий, который занимает топовые места в музыкальных чартах страны, будет искать звезд разных наших в таких необычных локациях, как заброшенные дворцы или какие-нибудь заброшенные или пустынные какие-то места и так далее. То есть это будет такое шоу по поиску в незнакомой, очень интересной локации, ну, понятно, что с интересными различными элементами. А это ребенок будет ведущий? Нет-нет-нет, ученик Суперниндзя – это детское шоу, но это, в общем, аналог Суперниндзя, но детский аналог Суперниндзя. А вот это другое шоу, это взрослое, но для семейного просмотра. Детей мы пока в заброшенные дома не отправляем, только на спортивные полосы препятствий. Вот, сериалы у нас в этом году, ну, во-первых, «Папины дочки» новые, трогательно, с прекрасным рейтингом прошедшие, с безумным интересом. Мы понимали, что так будет, запустили второй сезон «Папины дочки» новые еще до того, как показали первый сезон. Вторая, очень успешная, ну, просто рекордный, на самом деле, запуск, запуск комедийного сериала «Галя у нас отмена». Надо сказать, что я немножко переживала по поводу названия этого сериала, потому что мне казалось, что название сериала должно быть более емкое и короткое. Но коллеги убедили, что все-таки это настолько народный мем, что его надо оставлять. И действительно, как показывает практика, и название, и сам сериал оказались безумно востребованы у публики. Очень-очень хорошо идет. Тоже второй сезон запустили еще до того, как увидели результаты первого сезона, потому что не сомневались, что это длинная франшиза, которая будет долго очень востребована. И огромный сейчас пайплайн у СТС. Очень много или вещей, в которых мы уже уверены, и уже они запущены, или очень много также сейчас пилотов и экспериментов, потому что нам хочется не только радовать, но и удивлять наших зрителей. И поэтому мы ищем в том числе новые форматы, новые возможности, и поэтому много экспериментируем, и в том числе снимаем большое количество пилотов для того, чтобы понять, хотим ли мы двигаться дальше. Ну вот как раз на конференции НРА вы сказали, что СТС в этом году увеличит объем производства в два раза. А я как раз хотела уточнить, речь про тайтлы или про часы? Речь про часы. Объем производства увеличился в два раза. В целом, если говорить по холдингу, то у нас увеличилось в НМГ объем собственного производства на 25% в этом году. И мы продолжаем наращивать, мы все время инвестируем, развиваемся, растем, продолжаем наращивать собственное производство, как на всех остальных каналах, и в том числе на СТС. На СТС в следующем году еще больше вырастет объем собственного производства. Есть понимание, насколько? И что это будет за контент? Какие приоритеты стратегические на текущий момент вы определяете для канала? Приоритеты я уже обозначила. Это семейные шоу развлекательные, причем они могут быть как спортивного, так и не спортивного направления. И сериальные новинки. Их будет довольно много. А порядок увеличения сможете уточнить или это пока что? Сейчас, наверное, не скажу, потому что, когда мы строим пайплайн, мы иногда в процессе принимаем решение о том, что мы, например, покажем это в другом сезоне, в зависимости от того, как складывается общий портфель проектов. Поэтому сейчас достаточно сложно об этом говорить. А вот касаясь вопроса про папиных дочек, всем очень интересно, вот с ним запущен второй сезон, есть понимание по примерной дате выхода этого проекта второго сезона? Я сейчас, скорее всего, не скажу точно до выхода. Мы все-таки трепетно относимся... Да. Ну, в следующем году, я надеюсь, мы увидим его. Мы очень трепетно к нему относимся, потому что вот первый сезон только по телевизору увидела 37 миллионов человек. Сколько еще увидела в интернете? Ну, меньше, чем 37 миллионов человек. А на сколько платформ вы дистрибутировали? На кинопоиске, на старте? У нас был кинопоиск, старт, винг. А потом и видообавился, да. Ну, то есть он был с широким достаточно распространением. Но то, о чем мы всегда говорим, что, конечно, охваты интернет-платформ даже близко не приближаются к охватам, которые дает телевидение. А платформы давали вам цифры по просмотрам папиных точек? Да, мы знаем цифры по просмотрам. Они в разы, я бы сказала, сильно в разы меньше, чем... При том, что это были самые популярные запуски за много-много лет на многих платформах. Хорошо. Смотрите, а вернемся к кадровым вопросам. В прошлом году вы запустили кинопрокатную компанию NMG Kinoprocat и пригласили туда Вадима Смирнова. Это тоже известный очень человек на кинорынке, который работал в таких структурах, как Warner и Disney. Здесь тоже хотелось бы понять логику захода в этот бизнес в очень непростое время, в 2022 году, когда рынок снижался. Вот по ощущениям, как вы оцениваете работу по этому направлению и насколько правильно вы приняли решение год назад зайти на этот рынок в текущей конструкции его, где все пока падает? Мы хотим с нашим зрителем, фактически с нашим портфелем каналов и с онлайн-платформами, быть от момента его рождения на протяжении всей его жизни. И точно так же мы хотим с нашими аудиовизуальными произведениями и с нашими фильмами, в том числе, которые мы снимаем, тоже полностью управлять тем впечатлением и той дистрибуцией, которая с фильмами и с нашими произведениями происходит на рынке. Плюс на рынке появилась ниша, потому что известно, что на кинопрокат смотрели достаточно давно разные игроки, но возможность появилась, и мы этой возможностью воспользовались, получив очень профессиональную команду, и опытную, и известную на рынке. И, конечно, 23-й год, но они практически влетели в этот год, потому что реально начали работать с февраля 23-го года, на самом деле команда начала. За этот год 14 фильмов они уже показали. А среди них крупный релиз, можете? Крупные релизы, Нюрнберг был крупным релизом, Баба Яга, Нюрнберг не наш был фильм, но мы прокатывали его, Баба Яга, производство Art Pictures, ну вот самые крупные, наверное, это сейчас, сегодня у нас 27-е, да, вчера, 26-го числа, начался прокат по щучьему велению, наверное, такой вот из всего, что мы прокатывали, с самым большим кассовым потенциалом, семейная, очень красивая, смешная, увлекательная картина, я надеюсь, что она очень хорошо прокатится. Но что важно, и задача, которую мы ставили команде, когда создавали этот бизнес, нам было очень важно, чтобы они составили пайплайн, набрали на 24-й год, то есть, да, потому что все-таки 23-й год, это год такой для них раскрутки, и если в этом году мы показываем 14, показали уже фильмов, то пайплайн на следующий год, и на начало там 25-го уже подписаны 34 проекта, поэтому там большие есть и пакетные сделки, в том числе и с Yellow, Black and White и так далее, и там уже, конечно, есть блокбастеры и миллиардные, с очень хорошим потенциалом. Ну, из тех релизов, которые вы можете озвучить, можете привести название? Ну, Ёлки-10. Ёлки-10. Ёлки – это вечная франшиза, мне кажется. Конечно, новогодняя история. Хоккейные папы у нас в ноябре начнут кататься, семейный хороший фильм. Ну, вот сейчас по щучьему велению посмотрим, для нас это такой будет очень важный знаковый прокат. Ну, и дальше вот мы там объявляли мультфильмы, сейчас смешарики еще тоже идут, смешарики снимают кино. Вообще, что мне очень нравится, что у нас портфель очень разный у НМГ-кинопроката. У нас есть и анимация полноформатная, у нас есть детское кино, у нас есть взрослое кино, у нас есть, в общем, ну, такое полуартхаусное, типа чужая, там, да, первая любовь, которую недавно мы прокатывали. Поэтому вот посмотрим, дальше лучше будет. Хорошо. Я хотела уточнить еще. Задача НМГ-кинопрокат – это работа только с киноправами на контент, который производится в рамках холдинга, или с правами на другие среды, в том числе международную дистрибуцию тоже? Конечно, для нас НМГ-кинопрокат – это возможность на гораздо более раннем прайде начать работать с продюсерами, с авторами, потому что мы раньше теперь видим новые проекты, которые возникают. И за счет того, что мы можем предложить полную линейку дистрибуции, и за счет того, что мы можем предложить большую поддержку, как информационную, так и рекламную, благодаря своим информационным ресурсам и благодаря своим медийным ресурсам, у нас есть возможность получать все-таки в зависимости от проекта, но всегда есть возможность, в том числе, если нам интересно, обсуждать все права, начиная от кинопроката и заканчивая телевизионными правами и цифровыми правами. А соинвест – это на уровне, может быть, НМГ-кинопроката или все-таки это на уровне другого вашего актива, НМГ-студия, в том случае, если вам проект дико понравится и вы захотите в него войти как соинвесторы? – НМГ-студия в первую очередь занимается не полноформатным кино, а сериалами, поэтому соинвест мы рассматриваем, это может быть НМГ-кинопрокат, это может быть Art Pictures Distribution, АПД, наша дистрибьюторская компания, могут быть какие-то, у нас есть водород, у нас, скажем так, я бы не привязывалась к какой-то компании, потому что в зависимости от главного интересанта, могут быть разные активы холдинга, могут становиться инвесторами каких-то проектов. – А по международной дистрибуции вот этим направлением НМГ-кинопрокат занимается? – А международной дистрибьюцией у нас занимается Art Pictures Distribution. – Все, поняла, хорошо, извините за уточнение. Как раз к вопросу про соинвес, продюсирование. Летом этого года состоялась долгожданная премьера сериала «Библиотекарь», и как раз там со-продюсером этого проекта был телеканал РЕН-ТВ. И сейчас, насколько я знаю, в со-продюсировании канала канал со-продюсирует еще ряд проектов, в том числе сериальных. Вот этот акцент развития направления сериального производства – это какое-то глобальное изменение в рамках сетки РЕН-ТВ, или вот это отдельная работа с отдельными интересными тайтлами? – Вообще, надо сказать, что вот я горжусь командой РЕН-ТВ, потому что за тот путь, который прошел канал и то, каким образом сегодня сформирован, это на самом деле уникальное сочетание информационного контента, научно-образовательного, научно-популярного контента и развлекательного контента, включая кино, включая сериалы и так далее. И с этой точки зрения очень приятно видеть, что РЕН-ТВ тоже выходит на… Просто сериалы были у РЕН-ТВ, ничего нового не произошло. Что произошло? РЕН-ТВ вышел на качественно другой уровень производства сериалов. Он начал производить сериалы-события. Потому что, когда вы говорите, РЕН-ТВ был сопродюсером, там вот сейчас на Кионе выходит «Банда Зигзаг», да, тоже вот вроде как проект Киона. Но давайте честно скажем, и «Библиотекарь», и «Банда Зигзаг», и «Операция Неман» – это все были проекты, которые были вдохновлены и созданы, потому что Владимир Тюлин, генеральный директор канала РЕН-ТВ, захотел создать эти проекты. И он, собственно говоря, являлся инициатором и вдохновителем этих проектов и спродюсировал их. Дальше, если он привлекал кого-то еще к продюсированию этих проектов и производства, это уже следующий вопрос. Но на самом деле, конечно, команда РЕНа создавала в большой степени эти проекты. И для нас это большая гордость, что те проекты, которые вот я даже перечислила, «Операция Неман», «Библиотекарь», вот я уверена, что «Банда Зигзаг» будет огромным событием. Это сложный, исторический, остросюжетный фильм, очень эмоциональный, очень непростой. Это история про банду в блокадном Ленинграде. Это действительно событие. И то, что РЕН-ТВ вышел на этот уровень, для нас это очень большое достижение. Я не могу сказать, что мы планируем сегодня превратить РЕН-ТВ в сериальный канал. Это именно канал с очень своей ДНК, в которой очень хорошо сочетаются информационный контент, развлекательный и кино, и сериалы, и научно-популярный, образовательный. Плюс вот сейчас они выпускают новые программы, потребительские в том числе программы. Например, у них будет программа «Барахолка», в которой будет обсуждаться, это еженедельный будет тележурнал, в который можно будет узнать, за сколько, например, сегодня можно продать советские игрушки, или какие вещи с 90-х годов востребованы коллекционерами. Очень интересный, научно-популярный проект у них будет выходить «Мифы и легенды». Были ли исторические прототипы у Ильи Муромца? Если были, то кто? И так далее. Вот очень, на мой взгляд, и что очень важно, тоже мне хочется добавить, что это все мультиформатные, мультиплатформенные программы, потому что они делаются как тележурнал, и потом могут нарезаться, и будут нарезаться на отдельные сюжеты, и могут распространяться в интернете в разных форматах, в разных средах, отдельными сюжетами, и это тоже дает совершенно другой уровень дистрибуции и популярности. Вот очень интересно про проект «Барахолка». А он на какую аудиторию рассчитан? То есть амбиция, привлечившая какую аудиторию в данном случае мы видим? Мне кажется, что у РЕН-ТВ очень четкое позиционирование в свою аудиторию. Это все-таки несколько более мужской канал, который очень хорошо знает свою аудиторию и с абсолютно четким попаданием в свою аудиторию. Поэтому вот меня удивляет такой проект, как «Барахолка». Не является ли это желанием привлечь дополнительно женскую аудиторию? Вот гипотезы на тему того, кто может быть аудиторией «Барахолки» масса. Вы знаете, иногда бывают все-таки неожиданные в аудиториях, конечно. Вот я утром сегодня встречалась с одним из наших ведущих и узнала, это мужчина, там, да, до моего примерно возраста, и с удивлением обнаружила, что он иногда перед сном любит посмотреть канал «Домашний». Он говорит, так хорошо перед сном посмотреть канал «Домашний». Вот мелодрамы в чудесной линейке, я обожаю это название «Сквозь слезы к счастью». Вот в этой линейке посмотреть перед сном и успокоиться, и подумать о чем-нибудь хорошем. Поэтому так же, как мужчины смотрят канал «Домашний», так же женщины смотрят канал РЕН-ТВ в зависимости от своих интересов. К вопросу про телеканал «Домашний» и в целом контент. У вас сейчас, в принципе, в сетках и СТС, и РЕН-ТВ есть менеджерский контент, но понятно, что, наверное, у этих контрактов есть свой срок годности. И вот в этом плане рассматриваете ли вы контент по каким-то альтернативным направлениям производства? Например, эксперимент НТВ с сериалом «Турецким зимородок», он оказался успешным. Мы как раз с гендиректором и генпродюсером сегодня обсуждали НТВ Алексеем Земским и Тимуром Вайнштейном это. И как бы, да, вот уже не раз вспоминаем сегодня телеканал «Домашний» и женскую аудиторию. Вот есть ли планы у национальной медиагруппы работать с альтернативными направлениями, странами по контенту? Что это может быть? Мы открыты для работы со всеми географиями. Мы ищем именно контент, который интересен нашей аудитории. Надо сказать, что так как умеет показывать турецкий контент домашний, пока все-таки никто не научился показывать, потому что, конечно, попадание и умение отбирать турецкий контент для аудитории у домашнего, эта экспертиза находится на кардинально другом уровне по сравнению со всеми остальными. Ну и там аудитория еще подготовлена, поскольку основная сетка расчетована на аудиторию. Конечно, они привыкли, но в том числе они умеют, они точно знают, какой турецкий, например, контент будет востребован их аудиторией. Мы проводим много экспериментов с разным контентом, и с азиатским, и все-таки, мне кажется, вот латиноамериканский контент, который был в свое время очень так востребован российской аудиторией. Может быть, у него тоже есть какие-то интересные сейчас варианты. На китайский кинорынок собираемся ехать. То есть, на самом деле, ну, надо сказать, что дистрибьюторы довольно активно работают с российским рынком, и поэтому и западный, и европейский контент тоже на рынке присутствует. Поэтому мы открыты для работы со всеми. Много российского кино сейчас покупаем. В прошлом году мы подписали большую кинозделку для своих телевизионных каналов с Yellow, Black & White. Покупаем много российского большого кино в том числе. Поэтому со всеми будем работать, кто принесет нам хороший контент для целевых аудиторий наших каналов. А Латинская Америка и Китай – это пока только планы, или есть, возможно, какие-то предварительные переговоры и уже понимание того, что могло бы зайти на целевые аудитории СТС и РЕН-ТВ? Ну, у нас все-таки больше немножко, чем два канала. У нас не только СТС и РЕН-ТВ. Поэтому у нас азиатский контент с азиатским уже чем? Много экспериментируют. Конечно, переговоры идут. И мы все время отсматриваем. И вот как раз АПД команда ездит, смотрит, работает со всеми потенциальными производителями. Мы уже с вами частично обсудили кадровый вопрос холдинга. Поговорили про Александра Завеновича Акопова, про Вадима Смирнова. Но в последнее время, в принципе, формируется довольно большой дефицит кадров. Но не только на уровне топа, но и на уровне линейного персонала в креативных индустриях. Вот как вы его решаете у себя в холдинге? Национальная медиагруппа – это хорошая школа для того, чтобы таланту стать профессионалом. Потому что талантов в стране очень много. Ну, мы знаем, что мы талантливая страна. У нас, к сожалению, несколько хуже обстоят дела с профессионалами креативных индустрий. И здесь мы вот в этом году как раз объявили, что мы создали большую творческую платформу создателей, под которую мы заводим все наши активности, связанные с развитием талантов. И здесь, ну, понятно, у нас есть киношкола «Индустрия», которая, конечно, готовит не только для нас, а для всего рынка профессионалов. У нас в этом году мы запустили программу «НМГ-дебют», и она успешно прошла. У нас был очень большой запрос. Мы отобрали довольно маленькое количество людей, но поставили их на трехмесячную стажировку с такими мэтрами, как Федор Бондарчук, Александр Акопов, Дмитрий Тоборчук и так далее. Какие функции они выполняли? Слушайте, очень разные. Кто-то попал довольно быстро в сценарную комнату. Приоткрою секрет, что одну из серий балета монтировал вот такой вот дебютант. Ну, дебютанты, они же разного бывают, тоже калибра. Но это было только для профессионалов, то есть это не для... Это только студенты и выпускники режиссерских, сценарных и продюсерских специальностей высших учебных заведений соответствующих. То есть это не были люди, которые просто проснулись и в один день себя осознали продюсером. Поэтому вот был, по крайней мере, первоначальный монтаж там был сделан одним из дебютантов. Работают над продюсерскими некими задачами, режиссерскими задачами. У нас уже шесть человек приняты в Штат из этой программы. И такое маленькое объявление. Мы осенью запустим вторую волну сейчас. НМГ-дебют, поэтому будем ждать, в том числе и из тех, кто подавался, будем выбирать. Потому что мы просто не можем всех одновременно распределить. Но в конечном итоге люди получают знания, получают опыт, получают возможность прийти на работу в НМГ. И вот сейчас некоторые проекты, потому что не всегда проекты, которые приносят дебютанты, даже если они сами по себе талантливые, вызывают интерес у нас для того, чтобы их дальше прорабатывать. Но несколько самых талантливых проектов мы прорабатываем уже внутри НМГ для того, чтобы их реализовать. И тоже в этом году мы сделали такой эксперимент. Это первый раз в стране, когда мы привлекли к созданию творческих идей студентов только нетворческих профессий. Почему такой ход? Ну, тут двойной ход. Во-первых, нам все-таки хотелось немножко получить некую зрительскую, скорее, чем профессиональную экспертизу. А во-вторых, нам хотелось, чтобы у этих людей не было рамок. Потому что мы хотели с ними поразмышлять о том, как должно выглядеть медиа будущего. И когда ты не знаешь, когда тебе не рассказали в институте, как оно будет выглядеть, а когда ты просто в голове придумываешь новые форматы, новые идеи, когда у тебя, может быть, нет такой насмотренности, которая есть у профессионалов, то как раз в этом нам показалось, что тоже есть интерес. У нас было почти 1200 участников из 81 региона, то есть со всей страны. У нас было в финале 8 проектов. Мы сейчас прорабатываем с продюсерами эти проекты, посмотрим, что-то из этого точно получит свое воплощение. Ну и там из одного проекта мы сразу выкупили некоторые маркетинговые идеи, которые команда принесла. Чудесно. Спасибо большое, Светлана. Очень интересная беседа была. Резюмируя, как бы, я хочу сказать, что это интересный ход привлекать новую кровь не только в лице выпускников профильных вузов, но и тех, кто не имеет сейчас прямое отношение к креативным индустриям. Но это отсутствие некоторых профессиональных шор, это классно. Спасибо большое. Спасибо большое.